Юлия Комендатова работает переписчиком впервые. Ее объем работы примерно 300 жилых помещений, квартир и частных домов. Ориентировочно это порядка 500 человек на каждого переписчика. Я для себя посчитала, у меня как-то в день надо не менее 12 домов опросить. И, соответственно, я примерно этого придерживаюсь, но где-то больше получается, где-то меньше. Юлия позитивно относится к своей работе, считает перепись важным и нужным делом. Пошла работать из-за того, что любит общаться с людьми. Но, к сожалению, не все к этому относятся позитивно. Люди старшего поколения охотнее нас встречают. Те, которые младше, ну, примерно, наверное, наши ровесники, они не всегда позитивно настроены, но, тем не менее, многие участвуют, конечно, стараются. Здравствуйте. Можно с вами пообщаться? Можно, пожалуйста. Перепись населения. Пожалуйста, я вам привезаю свой паспорт. Мы-то доброжелательны с дедушкой-то. Да. А вот посмотрела я в окно, переписчики бегают. Тут забор. Ткнулись, никто не открывает. Другой забор. Ткнулись, никто не открывает. Ну, все в заборы уперлись. Все дома уперлись в заборы. И все. Трудно переписчикам-то. Основная задача переписи населения – получение информации, позволяющей в комплексе оценить демографические и социально-экономические характеристики населения страны в целом и ее регионов в частности. В вопросном листе 40 вопросов. Многие ставят людей в тупик и даже вызывают улыбку. Запомнился вот насчет образования. Образование. Работаете или не работаете. Ну, уж по возрасту видно, наверное, что не работаем. Уж раз столько за котами ухаживаем. Благодаря переписи государства имеет возможность получить важные данные. Узнать точную численность населения, сведения о его составе и об условиях жизни. На основании результатов переписи органами власти всех уровней принимаются государственные решения, в том числе в части формирования различных государственных программ, бюджета всех уровней, планирования и мер социальной поддержки. Проживает с вами мама, папа ли? Нет, мы твоим. Так, женский пол. Ваше рождение? 17.04.55. Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. Пройти ее можно одним из трех способов – на едином портале государственных услуг, дождаться переписчика по месту жительства и на переписном участке.